Буквально накануне Совета депутатов губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил результаты оценки муниципалитетов в престижном рейтинге 50. Одинцовский район сделал уверенный шаг вперед и занимает теперь шестую позицию. Успехи были достигнуты в дорожном строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, капитальном ремонте медучреждений. Вдолжается строительство крупных социальных объектов. Построены и открыты два новых детских сада. В городе Одинцов ЖК Одинбург на 280 мест и в микрорайоне Одинцов-1 на 80 мест. Достраивается садик поселки Горки-10 на 450 мест. Буквально на днях этот объект будет завершен, ведем эксплуатацию, мы уже начнем готовить приемы наших детишек. Это по-настоящему современный объект с бассейном, и его открытие полностью решит проблему с очередями в Успенском поселении. В 2018 году началось строительство большой школы в Трехгорке, Доба культуры в Горках-десятых, современной поликлиники ЦРБ, реконструкция центральной площади и центрального стадиона. Также в районе открылось сразу три новых офиса МФЦ. Большая работа была проделана в сфере ЖКХ и при реализации программы по формированию комфортной городской среды. В 2018 году мы комплексно благоустроили 38 дворовых территорий. Это 12% от общего количества. Установлено 7 детских игровых комплексов, городков по программе губернатора «Наша Подмосковья». Мы смогли отремонтировать более тысячи подъездов. Капитальный ремонт сделан в 115 многоквартирных домах. Глава района отметил, что в муниципалитете удалось наладить эффективное взаимодействие с предпринимателями и инвесторами. В 2018 году завершена реализация 17 инвестпроектов с объемом инвестиций в 14,6 миллиардов рублей. Создано более двух тысяч новых рабочих мест. Сегодня у нас реализуется принципиальный новый подход к инвестиционному развитию района. И так вот в 2018 году один из 10 победителей конкурса лучших концепций по развитию территории проектом создания кластера реквизационно-оздоровительного развития. Создание этого кластера позволит нам поднять на новый уровень не только экономику, но и решить многие социальные вопросы. Кроме того, район сможет привлечь финансирование в рамках государственных программ Московской области. Также в ходе сессии депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся балансовой принадлежности ряда дорог и социально значимых объектов, утвердили генеральный план городского поселения Кубинка и проголосовали за меры по поддержке деловой и инвестиционной активности бизнеса. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.